Дума 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 Это программа новости главная. Здравствуйте. Служба информации и телерадио компании «Сургут Интерновости» и я, Дарья Давыдова. В ближайший час расскажем вам о самых заметных событиях недели. Только главные новости этих семи дней. Губернатор Югры Наталья Комарова стала чаще общаться с жителями округа в Инстаграм. Она отвечает на самые популярные вопросы. Например, в пятницу глава региона говорила о переносе праздничных мероприятий в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной. Это решение принято на федеральном уровне. О массовых скринингах населения на коронавирус, их необходимости. Мы вернемся еще к этому вопросу. О связи с югорчанами, которые не успели вернуться в автономию до закрытия границ. О помощи им. Например, Югра вместе с Ямалом предложили федеральному правительству рассмотреть возможность транспортировать наших земляков из Таиланда и Индонезии. Там их больше всего. Этого решения ждут около 120 человек. Выразила готовность Наталья Комарова ежедневно общаться с теми, кто старше 65 и находится дома на самоизоляции. Оказывать нашим пенсионерам своего рода психологическую поддержку. Предложила губернатор делать то же самое и главам муниципалитетов. Сейчас на самом деле сложно оценить уровень тревоги жителей из-за коронавируса. Кто-то начал уставать от ограничений, кто-то по-прежнему четко их соблюдает, а кто-то, к сожалению, и не начинал. Однако специалисты утверждают, расслабляться еще рано. Об этом говорят и цифры. На вечер пятницы в Югре было зарегистрировано 128 подтвержденных случаев COVID-19. Всю эту неделю Югра тестировала новую систему контроля соблюдения самоизоляции. Цифровой пропуск. Это специальный сайт, на котором нужно заполнять информацию о том, куда ты вышел, на какое время и зачем. Все эти данные попадают в специальную базу правоохранителей. В случае, если вас остановят, они смогут увидеть ваш пропуск у себя в приложении. С собой жителю, к слову, нужно брать паспорт, чтобы подтвердить личность. Подобная система есть и для юридических лиц. Заполняется она на всех работников организации, которые не могут трудиться удаленно и действуют до конца апреля. Со следующей недели цифровой пропуск начнет работать на полную, а его отсутствие может стать основанием для штрафа. В первую очередь такую систему разработали для того, чтобы контролировать самоизоляцию тех людей, которые обязаны соблюдать ее по требованию Роспотребнадзора. Следующим этапом может стать видеонаблюдение. Для него уже в крупных городах округа установлены более 600 умных камер. Они могут не только отслеживать перемещение, но и оперативно вычислять массовые скопления населения. Часть техники способна считывать биометрические данные человека и с точностью до 99% устанавливать его личность. Вся аппаратура – это часть большого проекта «Умный город», который реализуется в регионе уже второй год. Подробности мы решили выяснить у компании, которая курирует проект в Югре. На связи со студией новости главная Дмитрий Лукошков, директор хантамансийского филиала «Пау Ростелеком». Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Высокотехнологичные камеры видеонаблюдения на улицах – это часть проекта «Умный город», который запустил Минстрой России. Наш округ попал в список пилотов. Сколько муниципалитетов участвуют в реализации масштабной программы? Сколько камер мы получили в рамках безопасного города и что они умеют? Да, проект у нас стартовал в 2018 году. Проект у нас стартовал как пять пилотных муниципалитетов по построению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Но вы совершенно правы, безопасность является, но если не основной, то одной из самых важных частей построения «Умного города». А это как раз уже проект, который курирует Минстрой. И действительно, мы в проекте «Умного города» тоже попали в пилотные регионы. И реализовывая «Безопасный город», мы на самом деле решали две задачи. С одной стороны, это вопрос безопасности, с другой стороны, построение одного из основного элемента «Умного города». Если говорить о уровне цифровизации данного проекта, то нужно отметить, что решения, которые применялись и использовались во всех пяти пилотных муниципалитетах, на сегодняшний момент являются самыми продвинутыми, если можно так сказать. Пять муниципалитетов, это Сургук, Нижневартовск, Ханты-Мансийск, Советский район с Югорском и Мегион, получили свое распоряжение, можно сказать, огромное количество интеллектуальных видеокамер. Я говорю сейчас о нескольких сотнях видеокамер. Они разные по своему техническому исполнению. Это и купольные камеры, и это HD-камеры с очень серьезным зумом. И это камеры, так называемая биометрическая платформа внутри безопасного города. И на самом деле, уже сегодня все спецпользователи, кто подключены к АПКБГ, этой информацией располагают и эту информацию используют для абсолютно различных целей. Система цифровой пропуск, которая направлена на контроль соблюдения режима самоизоляции и безопасный город, это ведь не одно и то же, это разные проекты, которые тем не менее интегрированы друг с другом. Правда ли, что камеры будут использоваться с тем, чтобы вычислять нарушителей, которые не выдерживают 14 дней изоляции, а потом это будет основанием для штрафа? Сам проект цифровой пропуск действительно сейчас находится в стадии тестирования. Мы участвовали в реализации этого проекта совместно с Департаментом информационной технологии правительства округа. И функционал этого цифрового пропуска сделан таким образом, чтобы это было удобно для жителей округа. Уже довольно давно функционирует мобильное приложение, которое называется «Госуслуги Югры». И через это мобильное приложение будут оформляться те самые цифровые пропуски. Что касается использования подсистемы видеонаблюдения и подсистемы видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», то да, это планируется сделать, но вторым этапом. И сейчас как раз мы с нашими коллегами разрабатываем более подходящий вариант, более подходящее решение для этого. Возможно, несколько на самом деле решений, которые будут удовлетворять задачи, которые подставлены перед нами. А мы выбираем самое оптимальное всего. В соцсетях пользователи пишут, что если на лице медицинская маска, то узнать человека невозможно. Так ли это или до чего техника дошла на сегодняшний день? Да, я не думаю, что это на самом деле какой-то большой секрет. Действительно, разрешение камеры и их технические характеристики позволяют настраивать систему очень гибко и использовать, исходя из складывающейся или какой-то оперативной установки, оперативной ситуации, или исходя из таких глобальных масштабных вызовов, которые сейчас перед нами время ставит. Я имею в виду эту историю с коронавирусом. Действительно, можно настроить камеры таким образом, что дежурным диспетчерским службам будут выдаваться уведомления о том, что в поле зрения того или иного устройства оказалось скопление людей. И таким образом можно реагировать на это событие. Эта видеоаналитика позволяет делать очень гибко. Можно сделать, чтобы это было два человека, можно сделать, чтобы это было не более трех-пяти человек. Все это зависит от конкретных условий. Что касается камер распознавания лиц, то, конечно, маска или какое-то другое препятствие может снизить распознаваемость внешности лица. Но здесь уже вступает в обработку этого предупредительного сообщения непосредственно человек. И, в принципе, алгоритмы математические, которые заложены в подсистеме распознавания лиц, позволяют убирать с внешности человека и маски, и какие-то, например, как делают фанаты, рисованные флагами или чем-то еще лица. Дмитрий Сергеевич, а кто имеет доступ к умным камерам? Если я не ошибаюсь, основные пользователи ЕДДС, а ваши специалисты как-то участвуют в этой работе? Действительно, основными пользователями системы являются единые дежурно-диспетчерские службы, сположенные в этих самых пилотных муниципалитетах. Наши специалисты принимают участие только в части технической поддержки, в части решения каких-то дополнительных задач, которые ставят перед нами партнеры, наши коллеги. Ну и также пользовательные системы являются, давайте я так скажу, спецпользователи. Ну и я надеюсь, что вы понимаете, о ком я говорю. В Сургуте установлены 172 камеры. Технику, которая следит за скоростным режимом, на дорогах видели все. Где еще их можно найти? Там, где собирается много людей? Камеры действительно установлены в местах в основном массового скопления людей. Камеры установлены на оживленных перекрестках в основном. Там, где по данным УВД необходимо было эти камеры установить. Их на самом деле можно увидеть, они отличаются по своему форму, фактору от тех камер, которые работают на фото-видео фиксацию. Именно нарушение правил дорожного движения, несколько иного исполнения, но зачастую это одни и те же перекрестки. Конечно, мы используем и фасады зданий, и придомовые территории находятся тоже под наблюдением. Поэтому, если задаться такой целью, то эти камеры, конечно, можно найти. Камеры практически не боятся вандалов. Им не страшны перепады температур, стихийные какие-то моменты. Боятся ли они высокой нагрузки или тестирования? Техника прошла и прошла успешно. Да, мы по ходу реализации этого проекта осуществляли опытную эксплуатацию. В начале сегментов, которые сдавались в первую очередь, это Ханты-Мансийск, потом Сургут с Нижневартовском. Эти уже этапы, эти системы переведены в промышленную эксплуатацию. Сейчас у нас только что завершился перевод третьего этапа в промышленную эксплуатацию. Поэтому, по сути дела, система работает уже в боевом режиме. Система как раз испытывает те нагрузки, на которые она была рассчитана. Но, что немаловажно, система точно так же обладает и запасом прочности определенным, и запасом на масштабирование системы, для того, чтобы эксплуатанты этой системы в дальнейшем могли спокойно наращивать, например, сегмент, связанный с видеонаблюдением. Или сегмент, например, связанный с Министерством чрезвычайных ситуаций в части, может быть, паводковой обстановки или каких-то других техногенных вопросов. Система позволяет это делать. Дмитрий Сергеевич, спасибо. На связи со студией нашей программы был Дмитрий Лукошков, директор хантамансийского филиала «Паурус Телеком». Мы говорили о видеонаблюдении в регионе, умных камерах и их возможностях. Не в одиночку, а сообща. В первой поликлинике Сургута заработала ПЦР-лаборатория, где делают анализы на коронавирус. Построили ее ровно за 14 дней. Мы рассказывали вам об этапах ее организации, выпусках программы «Новости Сургут-24». Кстати, как нам сообщил главный врач ГП-1, член регионального штаба УНФ Максим Слепов, неделю назад, после выхода материала, ему позвонил мужчина и спросил, не нужна ли помощь. Им оказался Илья Сазонов, предприниматель из нашего города, и в том числе благодаря его вкладу удалось сделать в лаборатории даже больше, чем планировалось. Теперь для того, чтобы что-то завершить, не нужно будет возвращаться, все готово. Свой вклад в ПЦР-лабораторию внесли и другие предприниматели, депутаты городской и окружной дум. Илья Кондаков, Рина Тайсин, Михаил Сердюк, Михаил Селюков, Артур Эльцборян, Владимир Болотов, Дмитрий Похотин. Не остались в стороне градообразующие предприятия «Сургутнефтегаз», «Газпромтрансгазсургут», «ГРЭС-2», завод стабилизации конденсата «ПАО «Газпром». Мощность новой лаборатории – 200 анализов в день. В распоряжение специалистов уже поступили необходимые реактивы. Валерия Кудрявцева продолжит тему и расскажет о лабораторных мощностях нашего города и региона. ПЦР-лабораторию в первой поликлинике «Сургута» построили за две недели. Работы шли практически круглосуточно. Располагается она на втором этаже в здании на улице Сибирской. Часть крыла, где производили забор анализов, изменилась кардинально. На входе в ПЦР-лабораторию – санпропускник. Попасть дальше специалисты могут только после его посещения. Затем несколько секций. Все они полностью герметичны. Это жесткое требование, которое предъявляется к таким лабораториям. Из металлоконструкции канализацию отдельную сделали вентиляцию со специальными фильтрами на выходе, для того, чтобы не выходило во внешнюю среду воздух с возможными патогенами. Полностью сделали, опять же, сантехнику, подведение необходимой воды, электричество. В том числе обязательно выполнили все работы по проведению пожароохранной сигнализации. Чтобы уже в эту лабораторию не заходить, чтобы все работало как положено, сделали все от и до. На организацию лаборатории потратили около миллиона рублей. Эти средства выделили предприниматели и депутаты. Еще около трех миллионов стоит высокотехнологичное оборудование, которое направили градообразующие предприятия. «Сургутнефтегаз» передал в первую поликлинику ламинарные шкафы. «Газпромтрансгазсургут» – сами аппараты, которые выполняют анализы. Сотрудники первой ГП приступили к выполнению исследований 16 апреля. Мощность лаборатории – 200 анализов в день. «Должны проходить еженедельную проверку медицинские работники, которые контактировали, то есть те, кто находится в группе риска, и призывники в обязательном порядке, они также должны проходить, те, кто отправляется для службы в армию, они также в обязательном порядке должны проходить это обследование. Беременные обязательно должны проходить это исследование. И, конечно же, граждане по предписанию Роспотребнадзора». Теперь в Югре результаты анализов на коронавирус будут известны быстрее. В частности, новой схемой работы можно обосновать резкое увеличение количества пациентов с подтвержденным диагнозом на этой неделе. Отныне не обязательно ждать, пока результаты придут из лаборатории «Вектор» Новосибирска. А именно туда отправляли все биоматериалы. «Подтвержденным в референсных исследованиях случаем является лабораторный результат, который производит Центр гигиены эпидемиологии в субъекте. То есть схема, которая действовала до вчерашнего дня, то есть подтверждение в референсных исследованиях позволило сделать выводы о высокой степени достоверности результатов, которые получаются на региональном уровне». То есть достаточно заключения Центра гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийске. Специалисты доказали, что делают достаточно точные исследования. Между тем, врачи готовы к тому, что число пациентов с COVID-19 вырастет еще. Увеличивается процент тех, кто болеет бессимптомно. Это хорошо для пациента, однако человек может не знать, что заражает других. Среди таких заболевших есть, например, дети. Они могут стать источником инфекции для бабушек и дедушек. Значительное количество выявленных заранее случаев коронавирусной инфекции в Югре, говорят специалисты, свидетельствуют о масштабности скринингов Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения. Число лабораторных исследований только в учреждениях системы здравоохранения более 800 за сутки. С учетом того большого количества, которое делается, выполняется в лабораториях Роспотребнадзора, это более тысячи исследований в день сегодня. Под медицинским наблюдением в Югре на утро 17 апреля больше 9 тысяч человек. Врачи не устают призывать жителей серьезнее отнестись к принятым ограничительным мерам. Соблюдать режим самоизоляции, а при первых признаках ОРВИ обращаться в больницу, вызывая врача на дом. Валерия Кудрявцева, Дарья Давыдова, Сергей Коликов. Специально для программы «Новости главное». Прямо сейчас небольшая пауза. После рекламы смотрите интервью с главным инфекционистом Югры. Чем нам может грозить игнорирование режима самоизоляции в угоду прогулкам на улице? Ведь весна, как назло, в этом году замечательная. Мы расскажем историю полуторагодовалой Ульяны из Нефтьюганска. Почему именно вы можете помочь дать ребенку шанс на здоровую жизнь? Также смотрите интервью с главой Сургута Вадимом Шуваловым. Какие меры поддержки бизнеса сейчас есть в городе? И о чем просит градоначальник всех жителей муниципалитета? Оставайтесь с нами. Приветствую тех, кто только что к нам присоединился. Главные новости этой недели вам рассказывают корреспонденты службы информации Сургут Интерновостей и я, Дарья Давыдова. Среди всех мер профилактики коронавируса самое важное – самосознание. Когда каждый поймет необходимость ограничения и их соблюдение, тогда нам удастся быстрее справиться с COVID-19. Так считает главный инфекционист региона Людмила Катанахова. Весна в этом году, конечно, какая-то несеверная. Устойчивый плюс так и манит забыть обо всем и выйти на пару часов на свежий воздух, при этом без маски. Врачи подчеркивают, расслабляться рано пик эпидемии еще не пройден и когда именно он наступит, предугадать практически невозможно. По прогнозам специалистов, в 2-3 недели, но может случиться и раньше. Чем грозят жителям уличные прогулки без соблюдения мер предосторожности? Нужен ли массовый скрининг на коронавирус? И почему растет количество тяжелых пациентов с COVID-19? На эти и другие вопросы Людмила Катанахова, кандидат медицинских наук, доцент кафедры детских болезней Мединститута Сурго, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения округа по инфекционным болезням, ответила нам в интервью. Внимание на экран. Людмила Леонидовна, весна в этом году, правда, как назло, прекрасная, какая-то совершенно не сургутская. В прошлые выходные было очень тепло и люди, пренебрегая режимом самоизоляции, выходили на улицу. В эти выходные прогноз погоды даже лучше, чем на минувшие. И мне кажется, что ситуация повторится. Скажите, пожалуйста, вот чем нам может грозить вот такое массовое нарушение режима самоизоляции? И почему сейчас стоит потерпеть и эти теплые дни провести дома, как бы не хотелось погулять? Нарушение режима самоизоляции, мы понимаем, чем оно грозит. Это увеличение количества регистрации случаев заболевания COVID-19. И на самом деле, несмотря на объявленный режим самоизоляции, если проехать, либо пройти по нашему городу, мы можем увидеть достаточно большой, да, с учетом данного режима людей, которые, ну, не только на улице гуляют с детьми, причем без масок. Я понимаю, что масочный режим, может быть, не всегда он приемлем на улице, да, но мы не знаем потенциальных, да, источников, мы не знаем, кто болен респираторной инфекцией, кому как раз и рекомендовано ношение масок. В том числе, несмотря на закрытие парка, в парках достаточно много народу, много народу в магазинах, и не только продуктовых. И, конечно, людьми пренебрегаются те рекомендации, о которых мы постоянно говорим, обращаясь к населению, о которых написано, прописано в памятках, в средствах массовой информации, они размещены практически везде, что необходимо соблюдать дистанцию полтора-два метра. К сожалению, это не всегда соблюдается, и в том числе лицами пожилого возраста. Очень много на улице людей, лиц пожилого возраста. А мы знаем, что те тяжелые случаи, они чаще встречаются как раз у лиц старше 65 лет, и у лиц, которые имеют хронические какие-то заболевания, в том числе и у лиц с иммунодефицитными состояниями. Вообще растет количество бессимптомно протекающих случаев коронавирусной инфекции. Это и хорошо, с одной стороны, для пациента, но плохо для окружающих, ведь человек заражает их, может становиться источником инфекции, сам того не ведая. На этой неделе стало известно, наверное, это первый случай в Югре, что у нас начали болеть дети. Чем именно, наверное, может быть опасен ребенок, который болеет коронавирусом? Ну, во-первых, необходимо сказать, что число бессимптомных форм, их на самом деле и по международной статистике, они регистрируются более 30% случаев. И в том числе бессимптомные вот эти легкие формы, они характерны для детей. Любой ребенок, имея бессимптомную форму, мы понимаем, что он как бы представляет эпидемиологическую опасность. То есть ребенок является источником инфекции. И не дай бог, если в окружении, да, в семье проживают как раз вот лица из группы риска, то, конечно, это может, так сказать, повлиять на течение заболевания. Тем более в семье отмечается, как правило, это тесный близкий контакт. Бессимптомные формы, они, может быть, и растет еще число этих бессимптомных форм. Конечно, мое мнение, это связано и с той лабораторной диагностикой, которая проводится на сегодняшний день, а именно расширение возможностей лабораторной диагностики. Мы стали обследовать большее количество людей. И, конечно, в этой популяции обследованных людей появляется процент с положительными результатами, но не имеющие клинические проявления заболевания. Если говорить о лабораторной диагностике, как считаете, вот массовый скрининг поголовно всех, нужен ли он? Или все-таки анализ на коронавирус – это избирательный такой анализ, избирательное исследование, которое необходимо четко по показаниям? А сплошной скрининг, конечно, не нужен. Коронавирусная инфекция, как мы уже знаем, и тоже об этом говорилось, это возбудитель, и вирус способен поражать верхние, в том числе и нижние дыхательные пути с развитием острого респираторного дистресс-синдрома. И как респираторный вирус, если взять другие респираторные вирусы, вирус адена, вирус грипп, при котором тоже регистрируются летальные исходы и тяжелые случаи заболеваний, опять же, в категории пациентов, как правило, имеющих хронические заболевания, мы на эти инфекции не проводим такое сплошное скрининговое обследование. Поэтому, конечно, обследование необходимо прежде всего по медицинским показаниям. Ну и в том числе в настоящее время обследование на коронавирусную инфекцию с учетом эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации в мире и с учетом клинических проявлений проводится не только пациентам с признаками респираторной инфекции, с признаками дыхательной недостаточностью, то есть по медицинским показаниям, но в том числе и пациентам, у которых ставится такой диагноз, как вне больничная пневмония. Вообще сейчас в Югре увеличивается количество, к сожалению, тяжелых пациентов. С чем это связано? И как считаете, Людмила Леонидовна, готов ли наш регион к, возможно, увеличению именно пациентов с тяжелыми формами коронавируса? Тяжелые пациенты, они просто, терминология увеличивается, количество, они стали регистрироваться. И это понятно, да? То есть увеличивается количество заболеваний ковидной инфекции. Соответственно, в эту статистику попадают лица, которые, еще раз повторю, имеют хроническую какую-то патологию, и у данных лиц тяжело протекает заболевание. Округ обеспечен в достаточном количестве аппаратами искусственной вентиляции легких, которые не опасны для человека, а наоборот выстраивают такой режим оптимальный и способствуют улучшению течения заболевания. Поэтому достаточное количество и коек, и достаточное количество той аппаратуры, которая применяется в лечении, введении пациентов с тяжелыми формами пневмонии и с острым респираторным синдромом, дистресс-синдромом. И у пациентов, которые имеют такое осложнение, это не только острый респираторный дистресс-синдром, но и имеют органные дисфункции с развитием сепсиса. Меры профилактики, они остаются неизменными, Людмила Леонидовна? Это мыть ее рук, уборка влажная дома, желательно с хлоркой, да, с какими-то дезинфицирующими средствами, может быть, какие-то витамины, повышающие иммунитет? Или придумано что-то новое? Меры профилактики, конечно, на сегодняшний день, они остаются прежними, да. Готовятся и идут, так скажем, исследования, разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции, но на данный момент она еще проходит клинические исследования, поэтому на сегодняшний день меры специфической профилактики, такой как вакцинация, у нас не разработаны. И, конечно, большое, так скажем, значение имеет эта мера как раз неспецифической профилактики. И прежде всего, вы знаете, наверное, вот на первое место я бы поставила не мытье рук, да, соблюдение режима самоизоляции, а здесь необходимо, наверное, населению напомнить о самосознании вообще населения. Потому что если каждый из нас будет осознавать необходимость проведения вот этих профилактических мероприятий, только тогда мы будем говорить, что мы все вместе, потому что очень трудно работать на самом деле врачам. И врачи нашего автономного округа, которые стоят на передовой, как сейчас говорят, они редко общаются с семьями, понимаете, может быть, некоторые из них даже, которые полностью изолировались от семьи только по телефону. Поэтому, конечно, вот призываю население прежде всего обдуманно обходить, вообще подходить вот к тем рекомендациям по неспецифической профилактике. На уходящей неделе в нашем городе впервые в истории депутаты Думы принимали важные решения дистанционно. Из-за пандемии коронавируса и угрозы его распространения народные избранники обсуждали вопросы и голосовали с помощью видеоконференц-связи. Инициатором собрания выступила администрация Сургута. Мэрия разработала и вынесла на обсуждение депутатов корректировки, которые были призваны уменьшить финансовую нагрузку на бизнес. Власти максимально стараются помочь предпринимателям, понимая, в какую сложную ситуацию попали многие из них. О принятых мерах мы поговорили с главой Сургута Вадимом Шуваловым. Он рассказал, скольких бизнесменов это коснется и на какие еще инструменты поддержки можно рассчитывать. Вадим Николаевич, по итогам прошлого года в Сургуте было зарегистрировано 22,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Много лет администрация потратила сил на то, чтобы стимулировать наших жителей начинать, собственно, не бояться им заводить бизнес. Но сейчас ограничения, которые введены из-за COVID-19, к сожалению, ставят бизнес под удар. Тем не менее, мэрия в стороне не осталась. Мэрия оперативно отреагировала на все эти изменения. Расскажите, пожалуйста, какие на данный момент приняты меры поддержки бизнеса в нашем городе? Абсолютно правы, Дарья, что меры поддержки, которые озвучил президент, считаю, что в первую очередь это поддержка на федеральном уровне, поддержка региональных властей. И действительно, все, что мы можем сделать на муниципальном уровне, мы тоже делаем. Хотел бы отметить, что те меры поддержки, которые мы наметили для себя, чтобы реализовать, мы должны были это согласовать с Думой. В режиме самоизоляции, сами понимаете, что большое количество людей собирать нам нельзя. Я благодарен и председателю Думы, и всем депутатам, что у нас получилось в новом совершенно режиме отработать. И в нужное время, в данном месте мы с вами быстро это сделали. И благодарен еще и за поддержку, что депутаты все это приняли и поддержали большинством голосов. Это, я считаю, что хорошая такая победа. А второе, это инструментарий, который дает нам возможность и дальше работать в таком режиме, который позволяет быстро именно реагировать на те ситуации, которые возникают в сложных таких моментах. И хотел бы отметить, что мы рассмотрели вопросы, связанные с подсрочкой арендных платежей по использованию муниципального имущества. Это первое. Фактически до 1 января 2023 года. Второе, мы рассмотрели подсрочку арендных платежей по земельным участкам. Это тоже очень важно. Там как раз на 2021-2022 год. И третье, новый вид финансовой поддержки, который раньше не был, это действительно той ситуацией, в которой оказались все мы, и в том числе и малые средние предприниматели, что приобретение необходимых дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, это потребовало дополнительных средств, которые никто никогда не прогнозировал. Поэтому муниципалитет здесь пошел на то, чтобы мы такую возможность малому среднепредпринимателю дали возможность компенсировать эти затраты. Вот вкратце я так ответил на ваш вопрос. Вадим Николаевич, скольких предпринимателей коснутся принятые меры поддержки, и, наверное, сколько вам лично поступает ежедневно обращений с просьбой помочь и как-то поддержать в сложившейся ситуации? Ну, если так взять ориентировочно, то есть, наверное, 2,5-3 тысячи где-то предпринимателей. Если конкретно по соцсетям, далее вы спрашиваете, то, что мой инстаграм, твой срок год поступает, это где-то там до сотни, двух сотен таких обращений. На все эти обращения мы стараемся всегда ответить. Это однозначно, не всегда, а это необходимо делать. И большинство, конечно, из этих обращений именно в этот период связано как раз по теме малого и среднего предпринимательства, от бизнеса. Хотел бы отметить другую сторону, что мы сейчас освещаем на сайте администрации и в своих сетях, я говорю о том, даем возможность малому и среднему бизнесу пойти туда, где нужна необходимость сейчас общества. Я имею в виду вопросы, связанные с пошивом медицинских повязок, пошивом халатов, бахил и так далее. И очень многие предприниматели откликнулись, очень много откликнулись, а мы стараемся дать это информационно для того, чтобы жители могли обратиться, не только жители, но и юридические лица. Ко мне много обращаются, руководители даже с предприятий, со мной, а где можно взять, помогите. Мы даем телефоны, тем более они сейчас есть, доступны везде, эти телефоны, и соединяем воспринимательское сообщество с их потенциальными потребителями. Это тоже важно. Согласна абсолютно. Тем не менее, Вадим Николаевич, отсрочка по арендным платежам, это как ни крути выпадение доходов из нашего бюджета, а бюджет это в том числе социальные обязательства. Думали ли уже, как компенсировать эту часть средств, эта отсрочка, понятно, что они будут позже, но позже это не сейчас. Или пока еще этот вопрос не рассматривали? Хороший вопрос, Дарья. Хотел бы сказать, что наши социальные обязательства, которые перед администрацией, мы, конечно, должны их выполнить в обязательном порядке. И это однозначно, я это заявляю. Для того, чтобы эти выпадающие доходы, которые возможны, мы тоже это прочитываем, прогнозируем, действительно есть, и вы понимаете, что они будут. Соответственно, мы не стоим один на один с этими проблемами. Что-то предпринимаем сами, я имею в виду, вопросы могут быть решены с помощью кредитования, субсидий, субвенций, которые нам помогает региональная и федеральная власть. Это тоже элемент, как мы можем это сделать. Но хочу сказать, что последнее такое решение губернатора нам в Санкт-Петербурге выделили дополнительные средства по решению проблем, связанных именно с коронавирусной инфекцией, с этой санитарно-педагогической обстановкой, которая существует. 127 миллионов рублей. Мы говорим об обсерваторе, который у нас есть на базе Либии. Задачу ставить с региональными новостями, чтобы он у нас действительно был. Для того, чтобы его организовать, нужны дополнительные средства, которые мы, конечно, не сможем нигде взять. Они у нас не были запланированы. Это для примера. Сейчас идет вопрос об электронных пропусках, которые в тестовом режиме. Это тоже важный момент. Значит, должны быть соответствующие технические устройства, которые позволяют нам это сделать и внедрить в практику. Это пример того, как поддержка округа и куда мы эти средства именно направляем для того, чтобы закрыть эти проблемы, которые есть. Вадим Николаевич, тем не менее, часть МСП наверняка закроется, к сожалению, после того, как ряд ограничений будет снят. Уже наверняка думаете наперед и предполагаете, как будем заново стимулировать наше население открывать бизнес, начинать свое дело. Вы знаете, даже сейчас, в момент, когда эта ситуация у нас с вами имеет место, мы с предпринимательством работаем. В каком смысле? Даже те вебинары, которые мы провели, как себя, будем говорить, правильно выстроить свою работу и взаимоотношения со структурами, с властью и с бизнесом, дает возможность в такой чрезвычайной ситуации им быть как-то подготовленными. Потому что любое, вы сами знаете, нужно проходить какой-то ликбез, когда в такой ситуации ты никогда не бывал, есть возможность тебя чему-то научить, которая тебе позволит выйти из данной ситуации с меньшими потерями. Это вот сейчас делаешь. Да, наверняка эти потери могут быть, однозначно. Мы должны это понимать с вами. Но, с другой стороны, те инструменталии, которые у нас уже были и есть, это вот грантовые поддержки. Пока у нас это же есть, мы никто ничего не отменял. То есть вот это, что грантовые поддержки предпринимателями, мы можем пустить именно для того, чтобы они были, так сказать, на плаву и держались. В этом сложном процессе, который происходит сейчас. Также я рассмотрел программы для начинающих. Те деньги, которые были запланированы, они тоже у нас будут использованы для этих целей с вами. Также фонд поддержки предпринимательства «Кружной». У него тоже есть соответствующие программы. Не оставят, я думаю, нас один на один с этой ситуацией. Поэтому всем миром будем справляться. И думаю, будем помогать. Может быть, точно, может избирательно. В зависимости от того, как будет складываться и наше положение, и положение в бизнесе. Вадим Николаевич, последний вопрос. Хотелось узнать ваше мнение. Как вы лично оцениваете ситуацию с распространением коронавируса в Сургуте сегодня? Как думаете, достаточно ли тех мер, которые приняты на данный момент? Или, может быть, следует где-то ужесточить что-то? Да, Дарья, действительно, мы о чем-то не говорили. А вот самая главная тема – это действительно ситуация с той обстановкой, связанной с коронавирусной инфекцией, которая присутствует, к сожалению, у нас с вами в городе. Считаю, что ситуация стабильная в городе. Все, что необходимо, мы делаем, что касается правоохранения, все, что касается вопросов, связанных с дезинфекцией и так далее, которые мы проводим в городе. Максимальный штаб работает. Мы практически в ежедневном режиме все эти вопросы рассматриваем. Примечением всех структур, которые необходимы, то есть структуре жизнедоспечения, я имею в виду, коммунальщиков, энергетиков, мидостроителей, наши транспортники, еще две вокзала, наш аэропорт с вами. То есть это очень важно. Вы сами знаете, вот те меры, которые, ну, с такой вот опенсационной характером, они тоже привозят свой результат. Это, например, большое количество анкет, которые мы отдаем жителям, которые прилетают у нас в каждом самолете, уже на борту они расстаются, заполняются, и мы отслеживаем, кто ли это, откуда ли, есть ли представители, которые летят из пассажиров из-за границы и так далее. То есть это сразу отслеживается, это уже есть возможность отделять людей. На моменте прилета, будем говорить, уже рекомендовать, вы, пожалуйста, вот вам по самоизоляции, вы, пожалуйста, вот на 14 дней и так далее, и так далее. Но хочу сказать, вот, когда люди почувствовали, что какую-то стабильность, то есть у нас получилось, что несколько дней не было роста в городе Сургуте, как было, сначала мы держали цифру 6, потом появилась цифра 8, какое-то время она держалась. Но вы знаете, что в последний четверг мы получили с вами плюс 7 сразу. Ну, там уточнили, сейчас уже там, получается, плюс 6 один человек, это из Сургутского района. Но это не важно. Вот. Люди расслабились. Почувствовав эту стабильность, расслабились, еще погода повлияла на это, что можно ходить, гулять и так далее. В таком режиме, когда погода какая-то не очень хорошая, я имею в виду, с точки зрения холодной, и осадки идут, меньшее количество людей на улицах у нас с вами. И это появилось, оно сразу влияет. Потому что лучшее, вот будем говорить здесь, какие бы мы средства ни говорили, это лучшее средство, это не контактировать с друг другом. Никто лучше ничего не придумает. И мы должны это понимать. Я хочу достучаться всегда в каждом своем обращении до каждого из нас. Вот самоизоляция, не встречаться друг другом, не передавать эту инфекцию, а именно при контакте. Самая большая передача, 99% при контакте. И не выходить из дома. Тогда, когда это нет никакой необходимости. Давайте протягиваем, давайте стараться выполнять, не посещать никакие массовые мероприятия. Это тоже очень важно. Еще раз обращаюсь ко всем. Пожалуйста, берегите себя. Вот с своей гражданской позицией в отношении самоизоляции мы спасем друг друга. И своих родных, и близких. Самоизолироваться должен каждый. Социальный патруль вышел на улицы Сургута в поисках бездомных. В его составе специалисты Сургутского районного центра социальной адаптации, медработники, полицейские. Раньше выезды проводили 8 раз в месяц, но в текущей эпидситуации перешли на усиленный режим. И рейды проводят 5 раз в неделю. Когда патруль встречает человека без определенного места жительства, ему измеряют температуру. Если она повышенная, то его увезут в больницу. Но пока ни одного с признаками ОРВИ не обнаружили. Если человек в состоянии алкогольного опьянения, с ним работают полицейские. В случае, если замечаний нет, то бездомный отправляется в сектор ночного пребывания. На следующий день у него возьмут анализ крови и сделают флюорографию. По словам социального патруля, чаще всего в центр попадают люди пенсионного возраста. Подобная работа с лицами без определенного места жительства проводится по всему округу. Всего же в Югре, в стационарных учреждениях, где бездомные могут жить на постоянной основе, сейчас 237 человек. И есть еще 70 свободных мест. Продолжит выпуск дайджест недели важные интересные новости короткой строкой. Антонина Сахарова. Роспотребнадзор Югрын пригрозил авиакомпании ЮТЕР судом за отказ вернуть деньги пассажирам, которые купили билеты по самым дешевым невозвратным тарифам. Глава ведомства Майя Соловьева рассказала, что на горячую линию за последнее время поступило 9 тысяч обращений. Почти четверть от всего объема – это вопросы по выплате денег за неиспользованные билеты ЮТЕР. В том случае, если авиаперевозчик не найдет взаимопонимания с клиентами, Роспотребнадзор намерен обратиться в суд. Если вопрос не будет решен, это судебное выгодирование спора. И там, безусловно, суд будет решать, как распределить справедливо те понесенные ущербы и расходы между двумя сторонами. Ну, либо по пути коллективного обеспечения у нас остается такая программа. По данным ЮТЕР, всего в марте было продано 274 тысячи билетов. Воспользовались ими меньше половины – 114 тысяч пассажиров. Не полетели, но имеют право по тарифам на возврат 100 тысяч человек, 60 тысяч приобрели самые дешевые невозвратные билеты. Глава ЮТЕР Андрей Мартиросов сослался на опыт других авиакомпаний, которые заморозили выплату средств даже по возвратным тарифам, предлагая пассажирам ваучеры либо перенос сроков вылета на любую другую дату. В офисе главного перевозчика ЮГРы ожидают решения правительства страны по мерам поддержки авиаотрасли. В РЖД объявили об очередном сокращении пассажирских поездов. Составы через ЮГРУ будут следовать реже. Изменена периодичность одного из самых популярных составов – номер 109-110 «Москва-Новый Ренгой». Он будет ходить через день. Также поступили с поездами Уфа-Новый Ренгой и Пенза-Нижневартовск. Принято решение об отмене маршрута номер 309-310 «Перьм-Новый Ренгой». В РЖД сообщили, что оптимизируется в связи со снижением пассажиропотока из-за сложившейся неблагоприятной эпидобстановки. Юполис, Сайберпарк, Инди, Ривертек. Югорчане выбирают название будущего научно-технологического центра в Сургуте. Предложено 12 вариантов. Проголосовать можно, перейдя по ссылке на официальном сайте Фонда научно-технологического развития Югры. Проект НТЦ «Региональный куратор» создает вместе с фондом «Сколково» и партнерами. В пойме Аби на 70 гектарах через 12 лет появится «Город в городе». В научном кластере будет не только мощная база для исследований и создания новых технологий, но и вся необходимая для жизни инфраструктура. Общая стоимость объекта оценивается в 50 миллиардов рублей. Главный врач Сургутской станции скорой помощи рассказал, как работают бригады в режимах повышенной готовности и обязательной самоизоляции. Владимир Ершов сообщил, что количество вызовов в сутки сократилось в среднем на 200. Подобного на скорой нашего города не фиксировали уже очень давно. На линию сейчас выходят 26-28 бригад, и этого вполне достаточно. В случае, если бригада выезжает на вызов к человеку, у которого подозревают коронавирус, она экипируется в противочумные костюмы. Территорию Сургутской ОКБ спецтранспорт не покинет, пока не пройдет полную дезинфекцию. Врачи и фельдшеры, которые работают на передовой борьбы с коронавирусом, еженедельно сдают анализы на COVID-19. Владимир Ершов подчеркнул, что сокращать количество бригад скоро не будет, потому как экстренная служба должна быть готова к любым обстоятельствам. Без необходимости по номеру 103 жители не звонят. А обращения с несуществующими жалобами на симптомы коронавируса фиксировали единицы. Человеческий фактор никто не отменял. Конечно, все-таки бывают такие моменты, что страх, боясь, что у него коронавирус вызывают скорую. Ну и очень мало. Один-два, если было за все это время. Антонина Сахарова, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». Я очень хочу жить и развиваться, как все дети. Бегать, прыгать, танцевать. Эти строчки написаны на главной странице группы помощи. Маленькая Ульяне Александровой во Вконтакте. У полуторагодовалой малышки из Нефтьюганска спинально-мышечная трофея второго типа. Знаете, у меня какое-то здесь грустное дежавю, потому что несколько месяцев назад мы рассказывали о похожем случае. Тогда весь регион помогал побороть и сама-два полуторагодовалой Юлиане Сырцевой из Югорска. Сумма сбора, конечно, скажем, была впечатляющая. 150 миллионов рублей. Но деньги все-таки удалось собрать. И девочка получит жизненно важный укол одного из самых дорогих в мире препаратов. Залгенсма – единственное лекарство. Разработка американских ученых, которая замещает больной ген на здоровый, навсегда избавляя от мышечной атрофии. И вот сейчас новая история еще одного СМА-лика из нашего округа. Только теперь ситуация посложнее будет. Почему? Расскажет Юлия Прискачева. Огромное спасибо всем нашим волшебникам, всем, кто помогал нам вести эти долгие три месяца сбор на жизненно необходимый препарат для нашей дочери. Мы благодарны всем, кто не остался в стороне и помог нам закрыть его. Огромное всем спасибо. Это счастливый конец одного огромного сбора. Сбора 150 миллионов рублей на один из самых дорогих в мире препаратов. Залгенсма – единственное пока лекарство, которое способно навсегда избавить ребенка от генетической болезни. Спинально-мышечная атрофия второго типа. О маленькой Юлиане Сырцевой из Югорска. Кажется, знает весь округ. Благодаря неравнодушным людям и анонимному меценату гигантскую сумму удалось собрать. Сейчас Сырцевой в Америке. Юлиана уже познакомилась с врачами, которые помогут ей справиться с СМА-2. А это Ульяна Александрова из Нефтьюганском. Родителям этой малышки до завершения сбора еще далеко. У Ули тоже спинально-мышечная атрофия второго типа. Ей тоже очень нужен залгенсма. Сейчас малышке полтора года. В запасе есть всего лишь четыре месяца, потому как поставить укол нужно до двух лет, чтобы он подействовал. И без того сложную ситуацию усугубляют валютные скачки и пандемия коронавируса. Доллар все время скачет. Около 200 миллионов. Я примерно подсчитывал сейчас по нынешнему курсу, это 187 миллионов рублей на наши деньги. Для моей семьи это неподъемные деньги. Даже если я продам квартиру и машину, и буду работать круглый год, меня это как-то не спасет. Развивалась малышка до полугода, как по энциклопедии. В шесть месяцев родители стали замечать, что девочка не садится самостоятельно. Отправились к врачу, прошерстили интернет-форумы. Бывает. Индивидуальность. Когда ситуация не изменилась и в 10 месяцев, из больниц уже просто не выходили. В Нижневарковске сразу же нам сказали, что нам надо ехать к генетику срочно. Потому что вот такой-то диагноз, скорее всего, у вас. Приехали к генетику, генетик посмотрел ребенка, в принципе, говорит, ну, вряд ли у вас спинально-мышечная атрофия. Ну, все равно взяла кровь как бы на обследование. Однако страшный диагноз через месяц подтвердился. Спинально-мышечная атрофия второго типа. Сначала ребенок не может самостоятельно сидеть, потом голову держать, дышать, глотать, кушать. Ну, и самая последняя мышца – это сердце. Раньше инъекции из алгенсма делали только в США. Сейчас препарат прошел регистрацию в Голландии и Израиле. В нашей стране, однако, нет. Потому за бюджетный счет его не купить. Но из-за коронавируса специалисты пошли навстречу. Укол могут в виде исключения прислать в Россию. Из-за карантина я не могу даже сделать элементарные анализы, потому что они все делаются в Москве, а в Москве все институты и все вот эти вот учреждения закрыты. Я не могу ни один анализ отправить, получается, ни в Москву, ни куда-то еще. В Израиле пытался дозвониться, ну, общался с представителем из города Израиля. Она сказала, что на данный момент Израиль закрыт на карантин, на очень жесткий карантин, и вам никто не выставит счет на препарат на данный момент. Все надо ждать 31-го числа. Сейчас родителям Ульяны удалось собрать около 2 миллионов рублей. Этого катастрофически не хватает. Времени осталось совсем немного, но Александровы надеются на чудо. Югре уже удалось помочь одному смайлику. Почему бы не помочь второму? Юлия Плескачева, Дарья Давыдова. Специально для программы «Новости. Главное». Это были главные новости уходящей недели. Чтобы всегда быть в курсе последних событий, смотрите программу «Новости Сургу-24» и читайте наш сайт indefisnews.ru. Впереди реклама и прогноз погоды. Я желаю вам только хороших новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На все меню. А при самовывозе – 35%. Ароматное хачапури от 180 рублей. Сочные чебуреки и хинкали от 160 рублей. Наваристый харчо от 190 рублей. А еще закуски, салаты, десерты. Все это на расстоянии одного телефонного звонка от вас. Звоните 99-45-46. Реклама в кино – это удобно. Реклама в кино – это выгодно. Рекламу в кино увидит ваша аудитория. Ваша реклама в кинотеатрах Сургута и Когалыма. Закажите сейчас по телефону в Сургуте. 55-00-55. 55-00-55. Возможно, именно ваш клиент сейчас собирается в кино. Добавим комфорта по вашему желанию. К высоким запросам проявим внимание. Жалюзи, плиссе, рольставни, карнизы. Выгодные скидки в качестве сюрприза. Наша компания вас не подведет. Навстречу вам всегда пойдет. Компания «Жалюзи». Более 20 лет мы создаем атмосферу тепла, уюта и безопасности в ваших домах. Собственное жилье – это свобода. Свобода общения и встреч. Свобода делать то, что ты хочешь в отдельной уютной студии. Особенно, когда твои соседи так же молоды и активны, как и ты сам. Наслаждайся природой и весело отдыхай с друзьями в двух шагах от своей квартиры. Ведь мы продумали все для твоего максимального комфорта и безграничной свободы. ЖК «Дорожный» – лучшее место для начала самостоятельной жизни. Прыгать, бегать и кататься. Играть, носиться, кувыркаться. Лететь, шагать, в воде плескаться. И детством волю наслаждаться. Одежда «Олдос» – все лучшее детям. «Олдос» – все лучшее детям. «Олдос» – все лучшее детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова